Тайсон Три дня назад на четыре с лишним часа затянулся хоккейный матч Финляндия-Чехия, два из которых пьяные финны ржали над фамилиями Чехов. Вообще, я из Петербурга однажды на пароме шел в Хельсинки, и так тихо, смирно было на теплоходе, я и инвалидов, в общем-то, не видел никаких, и вдруг мы подходим к Хельсинки, и там на причале человек 150 финнов, и все с инвалидными колясками. Я ничего понять не могу, я ни одного инвалида не видел, оказалось, пьяных финнов выносить с тепла. Закончился чемпионат Европы по пьянству. Первое место заняли русские, нет финны. Второе место заняли русские, нет французы. Третье место заняли русские, да успокойся ты, русские в жюри сидели. А теперь, дорогие друзья, рекламная пауза. Я в детстве не любил бульон, за это мама часто била меня ложкой по голове. Галина Бланка, любовь с первой ложки. Мы отбираем лучшие зерна кофе, остальное продаем вам. По-моему, для Сбербанка хорошая реклама. Мы превращаем ваши деньги в рубли. Это сложно, тут действительно надо образование иметь. Галилео Галилей, Джордана Бруно, Николай Коперник, Жанна Дарк. В юбилейном выпуске журнала Огонек. Рижские шпроты. 50 лет на российском рынке пепельниц. Оказывается, какие бы опыты ни производили иракские ученые-ядерщики, у них все равно получалось Анаша. Продолжение следует... В самолетах говорят, я вам про Америку сейчас такое расскажу. И рассказывают такое, что не пересказывать невозможно. Я горжусь тем, что благодаря мне про Чукчей стало меньше анекдотов. В Нью-Йорке, в американском институте, она из Карелии. Когда американцы-студенты узнают, что она из Карелии, они ей говорят, а ты на кореянку не похожа. Еще одна девушка рассказывает из Одессы. Я им говорю, американцам, я из Одессы. Они говорят, о, знаем, Кремль, Красная площадь. Парень учится в Балтиморе, прислал мне имейл. Меня достали американские студенты вопросом, можно ли до России от Балтимора доехать на машине. Я уже говорю, что можно. Тогда они спрашивают, сколько времени на это уходит. Мне рассказывали инструкторы по горнолыжному спорту в Австрии, в Альпах, что когда звонят американцы, спрашивают, у вас снег есть в Альпах? Тебе говорят, да, хорошая, холодная погода, приезжайте. Американцы после паузы часто задают вопрос, а как же у вас кенгуру в это время? Австрия. Они Швецию со Швейцарией путают. Это уже замечено вообще в мире. А моя знакомая пара учится в Лос-Анджелесе. И однажды они пошли на ужин с американской парой. И те их спросили, скажите, Россия больше, чем... Говорят, ну это уже где-то примерно одинаково будет. Потому что наши уже не могут всерьез отвечать на это. Продолжение следует...